У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье 5 миллионам семей к 2026 году. Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил, что любые попытки перекрутить договоренности для того, чтобы реинтеграция неподконтрольных территорий состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал. В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня. Российский совет торговых центров повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 21-й, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. По подсчетам РСТЦ, если не будет предоставлена отсрочка, общий налог российских торговых центров на добавленную стоимость составит 52 миллиарда рублей, налог на имущество 24 миллиарда, налог на прибыль 15 и единый социальный налог 4 миллиарда рублей. За прошедшие сутки в России официально подтверждены 6248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии в России новым вирусом заразились 739 947 человек.